Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, это Игра Вароботс, мы находимся сегодня в чужой шкуре. Субтитры сделал DimaTorzok Новичок, так, начинающий. Сбросил мне ангар, и мне стало интересно, почему бы не сыграть, потому что Лига у нас, кстати, почему-то он вышел из клана, Лига у нас находится, находимся мы, так, подождите, поезд клана, он почему-то вне клана, где же мы находимся-то? Ну, здесь, наверное, поймем, да? Мы находимся в контейнере серебро, то есть наша Серебряная Лига 3. Серебряная Лига 3, где дает ему 275 тысяч, обратите внимание, вернее, 275 деталей вайпера. Что надо человеку, который играет с нуля? Ему нужен вайпер, 200 возбудителей и 660 тысяч. Обалденно. Давайте посмотрим у этого парня ангар, также у него там задания есть, если что, я их постараюсь выполнить, чтобы ему серебришки, голдишки капнуло. У этого парня у нас 58% побед, 80% всего побед. Прямо что-то я погорячился, да, в чужую шкуру залезть, так глубоко я еще не лазил. Рекордный урон миллион, миллион, подумайте об этом, миллион. 80% побед, миллион, обалденно. Фьюджин на Тулумбасах 6 уровня, Ланселот на Таранах и Зевсах. Да, странная сборка, честно говоря. Гриффин на Аркана Тулумбасном Пенате, но, видимо, нет еще одного Аркана. И Гриффин на Тулумбаса Пенате. Это, ребята, хорошие, я бы сказал бы, такие сборки, они ему дают возможность дольше жить, ибо мы все прекрасно знаем, что, да, откуда мы знаем, в принципе-то мы не знаем, но я вам хочу сказать, что я играл на Стиме, начинал там играть. Хотел демонстрировать вам игру и столкнулся с тем, что ближние роботы, когда они не прокачаны, они шестого уровня, там левого у меня были, они очень страдают от прокачанных роботов, и, соответственно, нужны роботы-дальнобойщики. Приемлемые дальнобойщики, самые дешевые, это Тулумбаса. Вот и парень на Тулумбасах очень нехило должен набивать и получать, по идее, как бы серебро. Если он пойдет в размен в ближнем бою, то он не заработает, в принципе, нифига. Стань премиум игроком. Скорость улучшения, 50% серебра дается, миллион сто девяносто, тьфу, блядь, тысяча сто девяносто рублей на месяц. 50% опыта это громко сказано, потому что до 30 уровня доходит и замерзает. Здесь разработчики уже сколько лет не могут придумать, там, сороковой, пятидесятый, сотый левел. Такая проблема, походу, у них с этим. Ну что ж, давайте глянем еще, что у этого парня находится в ангаре. В ангаре у него находится Витязь, Наташка на Нурикамах, Сталкер, Гаррет, Гепард, Лео, Витязь, Гаррет, Гаррет, Гаррет. Ребята, ну, Гаррет, ну, честное слово, Гаррет, это можно продать 200 тысяч. Даже сколько у него Гарретов там? На 840 тысяч можно продать. Парню этому Гаррету это, в принципе-то, не нужны, а вот Гепард сколько стоит? Тоже, да, 200 тысяч. Вот, дальше у нас есть Голем, Боа, Боа, Гепард. Наверное, это все, ребята, он выигрывает. Еще один Гаррет. Големов несколько штук, Лео, в общем, много таких. Ой, даже у него есть четыре, Магнума. Обалденно, здорово просто. Такого бы робота поменял бы вместо кого-нибудь там, да? Даже вместо того же, например, Фьюджина на Тулумбасах. Ну, да ладно, давайте, ребята, пойдем дальше в бой и посмотрим. У него нету там все-таки у робота вместо Зевса что-нибудь повесить? Хотя бы дробовик, что ли? Тридент пятого уровня. Только Зевс, да, 8400 бьет. Ну, блин, давайте хотя бы, блин, тридент повесим. Потому что Зевса, ну, знаете, как бы там бабка на два, я сказала. Вот, лучше, или дробаш. Ну, я не знаю, лучше, наверное, тридент. Ну, и давайте сходим в бой. Кстати, пятый слот ему купить надо, 5000 голды. Вот так вот мы и живем, 5000 голды, видите? Вот так вот, но голды у него нет. Давайте все-таки сходим в гонку за маяками. Он мне так и писал, что в гонку за маяками играет и так далее. Здорово. Предвкушаю уже получать по голове конкретно. А я на обеде, время сейчас 13 часов ровно. А я, ребята, один хикс, хочу спать. 13 часов, четверг, 14 марта. Давайте сразу возьмем, наверное, ланцелота. Там у нас Наташки на таранах. И попробуем, вот смотрите, тут паттаны на пулеметах. Обалденно. Давайте попробуем сразу захватить маяк. В первую очередь, ребята, когда вы начинаете играть, вы должны знать, что вы, как минимум, должны выигрывать по маякам. Я взял маяк или нет? Взял. Долго брался маяк. Вы должны выигрывать по маякам, это первое. Второе, вы должны выигрывать по дамагу. И тогда вы будете получать те самые, сколько там, 10 голды. 100 боев, 1000 голды, да, получается. Так что вот так вот. Топляк. Топляк у нас идет за маяком. Получает топляк пиздюлины. А вот здесь, в принципе, видите, тараны. На этого бы парня кастрюлю бы одеть. Вот это было бы куда интереснее. Сейчас мы попробуем маяк захватить. Промахнулись бы мы вроде. Ума вроде. Это серебряная лига, и вот с таким ангаром, знаете, можно до чемпионки почти дойти, е-мое. Здесь не будем торопиться. Получаем мы пиздюлины. Перезаряжаемся. Давайте попробуем выйти. Наташку почикать. Не привлекая внимания других роботов. Сразу, наверное, надо... Вот у нас парнишка тут. Знаете, повезло ему, что он купил... Вернее, выиграл этого парня. Вон салота. Захватит ведь маяк. Успел, к сожалению, он захватить маяк. Вот на этом роботе, наверное, миллионы делается. Я так думаю, да? Вот с отправого тарана мы играем. Противник молодой, неопытный. Может этого и не знать. Как надо играть. Мы сейчас смотрим там, наблюдаем за Лео. Лео очень толстый, хочу вам сказать. Да, несколько Лео так и убиваешь. И, в принципе, ты счастливый можешь быть. Давайте сразу возьмем более-менее ближнюю такую сборку. Сейчас будем шугать пацанов. Это Наташка, да? Там у нас парнишка идет, убивают его, смотрите. Туда вольем ему чуть-чуть. Тут Наташку слили. Осталось три противника всего. Маяк почему-то не забирает. Аркан, видите, еще продолжает стрелять. Когда уже пенаты с тулумбасами перестали бомбить. Да, более-менее так в серебре, смотрите. Можно рубиться. Аркан даже заряжается быстрее. Аркан куда мощнее, чем пената или тулумбас. Такое мое мнение, да? Маяк наш. Вроде бы, да? Противника двое. Противника уже трое. Отлично. Будем спускаться вниз. У нас там Наташка, пока к ней идем. Ее не слишком-то, наверное, заберут. Но по ней сейчас просто много народу уже начинает стрелять. И да, забираем мы Наташку, ну просто как убийство. Опа, прямо дает мне люлей парень. Это не проблема. Прыжок. И убиваем его. По чуть-чуть, потихоньку. Отлично. Если он опять тут респанется. В общем, мне нравится такая тихая игра, без всяких там ласт-эндов. В общем, это классно. Мне понравилось. Мне понравилось играть. Очень здорово. Никаких щитов, богов. Господи, какая игра приятная. Какая приятная игра. Последний противник у нас остался Кот. Скоро маяки все заберутся. Даже если он у себя на базе воскреснет, может туда не успеем дойти. Делаем в рэмпейдж. Ну, 1600 я точно набил стопудово. Стопудово думаю, что набил. Не успеваем мы туда. Ван Хельсинг и Кот 1. Потому что сейчас маяк растает. Очень классно, ребята. Очень здорово. Обалденно. Да, это кайф. О, 246 тысяч. Давайте увеличим. Посмотрим рекламу, ребята. Варфрейм. Увеличим парня, конечно, как можем. Увеличим ему серебра. Даже не обсуждается, не оспаривается. Просто смотрим рекламу. Теперь, знаете, раньше я просил прощения за то, что смотрим рекламу. А в данном случае, так как пиксоники специально сделали нам выживай как можешь, я не прошу прощения за то, что мы смотрим рекламу. Тем более, это чужая шкура. Пацану надо помочь. Почему бы и нет? Особенно он новичок. И получает он 390 тысяч. Я надеюсь, это классно. Я надеюсь, для него это приятно. И мы набиваем мы 676 тысяч. Маловато. Маловато набиваем. Ну, вообще, как бы мы в топке. Но, блин, кокос, смотрите, больше набил практически. Почти так же набил. Почти так же набил. Так же, так же, можно сказать, набил. Что у него за ангары были? Дробаши, да? Спирали, молоты. Да, в общем, миллион это, знаете, наверное, конкретно парню повезло, когда он миллиончик нафармил. Домашки. Повезло ему классно. Выполнили одно задание. Уничтожили 18 роботов. Получили в копилочку 30 голды. Ну, чё, поцак. Гоночка за маяками. Опять на смерть. Вот так вот. Интересно. Я сказал бы, ребята, интересно. Играть. Вот она, интересная карта. Давайте возьмём ещё одного грифина. Попробуем на нём отыграть. Ох, мы прямо-таки поздно загрузились в бой. Смотрите, противник уже успел на правый фланг слинять наш на левый. Ага, ну река мы и зенит. Обалденно. Скажите, лево. Шикарно. Ну, видимо, она смотрелся на обзоры Гликмана, где ну река мы тащат. Вот такой сборкой у нас сейчас будет нас радовать. Этот-то вообще маяк не забирает. О, это вообще здорово. Смотрите, пром. На зелёном роботе. Классно. Вооружение-то толком нет, а уже на зелёном роботе. Мозгов нет. Как слил робота? Ой, люди-люди. Школота-школота. Робот есть ума, не надо. Моя самая первая задача это заряжаться. Заряжаться, заряжаться, а потом всех убивать. Чёрт, я зацепился хером. Это печально. Короче, ни одного маяка мы не забрали. В принципе, это понятное дело. Все новички. Никому нафиг не надо. Абсолютно. О, этому парню мы только... Смогли только щит сломать, ребята. Как не печально, да? Это ховер? Нет, это ещё один летающий дракон. Обалдеть. Но, видимо, он не прокачанный. Даже в серебре, видите, такие роботы есть. Попробуем хотя бы один маяк отжать. Противник у нас тащит. А вот мы так-то ракуем по-чёрному. Сейчас быстро... Ну, с 1100 серебра не набью и то. И то, бля, печаль. Из всех пушек только аркан, смотрите, дамажит. Продолжает дамажить. Вообще, даже вот это животное сюда пришло. Лево пошло в атаку. Но другого робота у тебя нету, что ли? Да, ребят, бывают же люди, а. Да. Вот и бой. 95 тысяч серебра. Ну, здесь даже рекламу не будем смотреть, но бесполезно, да? Ради пяти тысяч. Да, вот такое бывает. Бывает и такое! Можно, конечно, и вниз падать. Но не посмотрел я, сколько было там очков в честь и дали нам. Сколько кубков дали, чтобы лезть вверх или нет. Давайте ещё один бой сыграем. Если проиграем, будем в топке по дамагу. Посмотрим, летим мы вперёд или нет. Я думаю, лезем всё равно. Да уж. Ну, у парня никнейм, конечно, тоже как-то не очень зэ-зэ-зэ какой-то. Что сделать-то? Давайте мы ближнего робота опять возьмём, который на арканах. Он больше дамага будет наносить, нежели чем там фьюжн на Тулумбасах. Тоже вот бесполезный робот фьюжн на Тулумбасах. Не привык я к таким скоростям, скоростям. Это корсак. Думаю, кто там так часто прыгает? Маяк забрали. Корсак всё прыгает и прыгает. А это тоже пенаты, да, там? А ведь может забрать маяк-то. Как вариант. Он забирает маяк. Ой-ой-ой, этот жулик сильнее. Он ещё и лечится. Давайте мы и подлечимся. Давай, ребята, добивай его, жулика этого. Вот ты от меня не спрячешься. Отлично. Залили жулика. И вот, подпустили мы противника поближе. Это корсак. А это у нас Паттон. Вливаем, вливаем, вливаем. Как можем. У нас, правда, три пушки. Вот это битва. Это олд, ребята. Старая школа. Убили меня. Ну что ж, маяк-то наш. Давайте возьмём тогда ланца. Тараны, тараны, ещё раз тараны. Очень долго, ребята, я скажу вам, они дамажки наносят. Вот, то есть, как бы, очень долго разбирают противника, да. Честно говоря, может, правда, Зевс поставить. Блин, летающий робот опять. Это красный робот, судя по тому, что он дамага много получает. Просто столько пыли. Бам, дал мне плюхи. Надо тараны парню качать. Обалденные тараны. Давайте к ним на базу попадём. Ускоримся. Наташка, бьём, бьём, Наташка. Она лечится. Мы её бьём. Как только красный у нас гибнет, сразу разворачиваемся. Разворачиваемся. Нет, никого не воскрес. Бьём, бьём, бьём. Давайте подлечимся. Надо было раньше лечиться. Да, ребята, очень медленно. Но эффективно. Отличненько. Давайте Гриффина на Тулумбасх возьмём. Отлично, заряжаемся, уходим. Хотя там жулик подходит. Ой, медленно ходят роботы, очень медленно. Красный дракон. Получает пиздюлины. Да и почти сливается. Не успел забрать маяк. Хотя, судя по всему, успел. Это Геппа. Геппа может тоже много такого нанести геморроя. Так, медленно убивается. Я привык лопаться за секунду. Тут прямо очень медленно. Бои такие идут, размеренные. Нас пытаются лево тут нагнуть. И мы проиграли. Пу, бля, победили. Но бой закончился. 290 тысяч, наверное, тоже... О, 984 тысячи урона я набил. Смотрите, 300 тысяч серебра. 5 голды, 5 ключей. 984. Но это не рекорд, ребята. Это не рекорд. Давайте сходим. У нас один бой был очень быстрый. Время 25 минут съёмок. Успеем ещё один бой сыграть. Гонка за маяками. В чужой шкуре. Даже не знаю, как человека зовут. Свой обед трачу на то, чтобы человеку было приятно. Давайте сразу возьмём Гриффина и пойдём в бой. Будем опять дамажить, быстро дамажить. Опять попробуем маяк забрать. Так. Забрали. Идём на центр. Корсак, наверное, тоже. Или рогатка. 330. Огонь! Влели. Да. Рогатка, ребята. Маяк захватывает. Да и хрен с ней. Тут как бы всей толпой рогатку бить. Смотрите, какая шустрая. Парень даже врезался во что-то. Хотел убежать. Убегает и прямо под наших. И сливается. Умирает пацан. Тут заходит лево. Лево на пенатах. А мы, ребята, так и не зарядились ещё. Высокой грифот не прыгает. Очень толстый робот. Продолжаем вести огонь. Правда, зарядиться нам не дают. Попробуем подлечиться. Зря я лечился, потому что тут идут дробаши. Они точно нарезаны. У нас сейчас сделают фарш. Потому что дробаши, ребята, они тоже рулят. Так, не крути. Поехали. Ой, я вышел. Ну, Тридент один. Бам, готово. Отлично. А вот и Наташка, с которой мы хотим поквитаться. Взяли её в автоприцел. И начинаем таранами. А сами отходим. Надо отойти конкретно уж. Нам вообще пиздюлин вкачивают. Лево выглядит... Смотрите, ребята. Насколько Лево выглядит выше... Выше... Вернее, Лос-Лот выглядит выше Лево. Нагибатора пытаемся нагнуть. Ну, теперь мы умираем, в принципе. Да, вот дробаш пришёл. А что у нас там ещё есть из арсенала? Бля, в принципе-то всё. Мы там можем сдохнуть. У нас есть Грифон. Только прыгающий робот. Не пролетает, да. Маяк там надо забирать. Это Ланс был или кто? Я прямо вот не вижу. Кто это? Бля, Ланс. Да, вижу, что Ланс. Вливаем Лансу. Ланс живёт. И дышит. Сейчас заряжаемся. Наташа, вырываем. Да, Таня, правда. Александр Кролев. Сзади нас пытаются убить. Отлично. Этот бой, я думаю, мы проиграем. Грифон прямо у нас прятался за спину. Четвёртый маяк забирают. Лево бы долить. А вот и с дробашами Ангро. Тоже такая вот в городское условие быстро разносит противника. А если ещё стрелять из-за чьей-то спины, то вообще становится весело. Два краснопёрых у нас осталось. Эти парни что-то замёрзли. Ну, надо атаковать. Ну, подходишь, нет? А, вот ты прыгнул. Ну, блин, почти попали. В этого фьюжина это бесполезно стрелять. Мои пятого там уровня пушки его щит не пробьют. Хоть бы пару пушек ему оторвать. Вот, у него осталась одна пушка. Всё. Победили парня. Надо захватывать маячок. Ага. Лево на дробаше. Но маяк-то наш. Ай. Бывает такое, да? Ага. Это уже фьюжин. Скорость у него побыстрее будет. Но хочу вам сказать так себе, робот. Испробовали все, ребята. Всех роботов мы взяли, использовали. Вот, это фьюжин. Последний бот на дальнобойных оружиях. В общем, можно играть в серебре, но учтите, поднимаясь вверх становится всё сложнее и сложнее. Вот мы достигли новой лиги. Это серебро 2, потом 1 и так далее. 60 голды дали. Миллион 41 мы набили. Миллион 41 набили. В принципе, это неплохо. И сколько у нас там получилось серебра? 328 тысяч серебра. Вот с такими ангарами. Спрашивают, во что играть? Что ставить? А вот, в принципе, ребята, можно это и поставить. Посмотрите на ангар нашего пацана и сделайте выводы, что можно на нём набивать. Я, конечно же, пользовался бустерами, так как мне разрешили. И рекордный урон я не побил. Ну, это дело времени. Я поиграл бы боёв в 10, то миллион бы рекордный урон набил бы, перебил бы. Но не на много, потому что на таких ботах слишком много-то не набьёшь. Надо постоянно стрелять. Заметьте, постоянно стрелять надо, чтобы набить большого урона. Ибо пушки здесь, ну, сами видите, базовые стоковые пушки 6-го, 5-го уровня. Как купил, так повесил, так и пошёл. Нагибает пацан. Ну и в то же время ему надо получать серебро, очень много фармить серебра. Сколько у этого парня серебра? Миллион 857. А как мы знаем, вот эти пушки легко качаются. Пенаты, да? И там Тулумбасы, Триденты. Вернее, Триденты, да, Тулумбасы. Вот, они легко качаются. Вот Триденты, вернее, Триденты, Арканы, они уже тяжелее качаются. Они уже дороже, ребят. Тараны дорого качаются. Но всё равно, если ты не по старой экономике качаешь, то тебе проблематично. Одну пушку надо миллионов 50. Вот он миллионов качает 50 миллионов, чтобы одну пушку. А сколько у этих пушек мы видим, да? На одном роботе только 4, на втором ещё 4, 8. Плюс ещё самого робота качать. В общем, долгоиграющая игра, и всё время ты лезешь вверх. Ты лезешь вверх по кубкам. Это очень печально, к сожалению. Я не посмотрел, сколько мне дали кубков, но... Если бы так поиграть, 100 побед будет, к примеру, 183 победы уже. Можно залезть, наверное, в брюлики точно. Ну, а пока ещё в такой лиге можно ещё на таком ангаре играть и тащить. Не слабо. Ну, такой слабый ангар, но на нём можно играть. В общем, ребята, ставим лайки этому пацану за то, что он собрал такой интересный ангар. Сюда бы интересно было бы тоже ещё один аркан бы повесить. А так, хорошие сборки. Очень мне нравится. Здорово. Молодец. Хорошо играет. Всё выбрал достаточно хорошо. Фьюджин со щитом, тоже дальнобойная карта. Ямонтау там, например, и так далее. Здесь вот, не знаю, что лучше, Зевс или Тридент, но Тридент хотя бы может пробивать физический щит у того же самого Ланселота. Вот. И даже сплэшем может набивать, а Зевс только по прямой. Ну, и эти сборки тоже неплохие, отличные сборки. Пока ещё нет шок-трейнов и всякой там нечисти. С вами был Братуха и ЗАИКС3333. Подписывайтесь на канал, ставьте лалки, дизлалки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok